приветствую всех друзья у нас сегодня среда 13 часов значит как всегда мы ведем наш с алексеем работу группе skyway вот рассчитанную естественно для сибири дальнего востока но как всегда показывает практика у нас очень много людей я вижу и самара и санкт-петербург подмосковье херсон владислав приветствую так что давайте продолжать нашу работу тем более что событий идет много нам есть что сейчас и комментировать и делать и обсуждать поэтому давайте продолжать нашу работу skyway для того чтобы четко понимать где мы находимся куда мы движемся какие нас ждут результаты соответственно друзья теперь для тех кто первый раз зашел сейчас появился опросник вот чтобы вы могли проголосовать кто первый раз зашел к нам на конференцию для того чтобы мы ориентировались сколько людей у нас приходит первый раз по статистике чтобы мы четко видели эффективность той работы которую мы ведем для того чтобы привлекать новых людей привлекать тех кто подключается к нашей работе для того для тех кто этот проект становится сегодня очевидным вот весь проект наш рассчитан на то что мы развиваем проект skyway небесной дороги это технология инженера юницкого который разрабатывает более 40 лет сегодня уже мы обсуждаем ряд практических конкретных шагов связанные с развитием технологий с развитием регионов все это накладывается на адресные проекты которые мы активно сейчас развиваем и делаем все это накладывается на инициативу сейчас президента россии владимира путина по выделению гектара земли мы тоже все это будем обязательно обсуждать делать и у каждого из вас должно быть четкое представление зачем и как это происходит какое место занимает компания фонд каждый из вас и что нас ждет ближайшее время так друзья проголосовала на 129 человек вот из них 10 новичков но я думаю что как показывает практика у нас всегда 10-15 новичков на каждом на каждом на каждом на каждой нашей встрече есть это конечно пока мало мы готовимся сейчас готовим серьезную программу серьезную когда мы выйдем уже на онлайн вещание там для одновременно для тысячи а потом будем выходить уже две-три тысячи человек одновременно потому что проект сейчас очень активно будет развиваться мы предпринимать предприняли ряд очень серьезных шагов для того чтобы информация расходилась намного быстрее чтобы люди причались к нашему проекту намного быстрее и более массовой соответственно вот эту информацию которым будем вести то есть обучение разъяснение вот мы и будем тоже сейчас вводить такую очень новое качественный уровень и соответственно новое направление как мы говорили поэтому это все вас ожидает ближайшее время скорее всего на новый формат вещания мы перейдем после нового года сразу то есть сейчас еще предпраздничные дни вот тем более что я могу сказать что наши летят морозов которые находятся в нашей орбите и работаем у нас перед новым годом будет очень много что интересного очень много будет приятных для тех сюрпризов кто работает программе для тех кого можно будет еще и показать и рассказать людей для того чтобы привлечь и показать перспективы и направления нашей работы поэтому это все друзья вот этот праздничный предпраздничный месяц который пройдет потом как всегда в россии празднуют начиная с 24 декабря то есть католического рождества и празднуют до старого нового года то есть до 13 числа проскакивая в автомате и новый год сам 31 1 января и потом рождество мы от директорского состава сквмс-групп 31 декабря готовим вам сюрпризы и готовим праздничные вебинары то есть мы будем вещать и для сибири и дальнего востока и 16 часов когда начнется новый год на дальнем востоке и 20 часов когда будет в сибири и потом в 24 часа когда будет новый год европейской части то есть мы как для себя определили что работа очень важная и мы будем с вами мы будем общаться мы будем отмечать вместе приход нового года и в то же время не забывать о том что мы работаем постоянно и отдыха и развлечений у нас сегодня друзья может быть только в одном это строить skyway продвигать проект продвигать технологии так перед началом тоже коротко остановлюсь буквально друзья сегодня мы также продолжаем рассуждать и объяснять тему связанную с гектаром земли потому что она набирает и набирает обороты будем обсуждать с вами вопрос связанный с развитием технологии и развитием сибири и дальнего востока также обязательный вопрос это адресные проекты и четко вы должны для себя понимать и у вас должно в голове все четко уложиться что то что мы сегодня делаем это комплексная программа это комплексный проект и соответственно каждый шаг который происходит вот то что алексей вам поставил перед началом трансляцию с экологического форума в челябинске потом то что сегодня происходит вот интервью было жириновского транспортной сфере и все это друзья звенья одной цепи сегодня в информационном пространстве увязывается все хотел бы несколько вот буквально две-три минуты остановиться на лично ну на интервью на личности жириновского довольно таки интересный красочный такой политик и можно сказать скомарок нашего времени то есть комарок не с точки зрения шут а с комарок с точки зрения традиционной именно русской традиции когда около короля и около царя всегда находился человек который мог говорить правду который мог говорить не связывая с какими-то чинами и это всегда очень такая очень сложная ответственная работа вот в нашей политике владимир вольфович занимает такое место уже не один десяток лет это наверное единственный политик в россии который сделал себя сам и который не зависит от властных структур и или от каких-то конъюнктур то есть он я его видел еще в девяностом году когда он стоял возле здания тогда верховного совета раздавал листовки и говорил меня зовут жириновский я вы обо мне еще узнаете вот меня тогда было интересно это вот была осень девяностого года как раз только-только вот начали все эти прошли события связаны с путчем уже не то что было понятно витало в воздухе развал советского союза и вот это вот как раз такое самонадеянное утверждение нового человека который еще никто не знает о том что я политик будущей россии вот реально время потом показалось что действительно так и произошло лично у меня еще есть свои отношения с владимиром вольфовичем что когда я участвовал в выборах 2003 года вот по проекту сначала единой россии а потом было твение по проекту партии русь вот мы с ним очень много общались в прямом эфире у нас даже была очень знаменитая на тот момент драка вот со всей его команды в прямом эфире вот поэтому вот а после этого с ним довольно таки давно и серьезно и дружили и дружим и общаемся периодически то есть я могу сказать что это очень интересный политик и вот его интервью вот которое вы сейчас видели по транспорту что он про струнный транспорт знает очень давно и очень серьезно к нему относится и не то что как подтверждение просто могу алексей поставь пожалуйста фотографию тут николай конкретно по делу можете говорить но николай я конечно понимаю ваше так сказать это но по-моему я всегда говорю по делу и считаю говорю то что считаю нужным не алексей не эту фотографию фотографию где у нас жириновский еще более 12 лет назад на встрече в центробанке вместе с юницким да вот эта фотография друзья это фотография юницкого как видите жириновского и крайне с бородой левой это владимир старчевус это очень интересная личность который сыграл в проекте очень серьезную роль он представитель оон в россии был в начале двухтысячных годов это хабитат то что занимается развитием именно городов в рамках оон он очень поддержал юницкого в свое время через него было получено несколько грантов о и разработана логика линейных городов то есть еще это более повторюсь это было более 12 лет назад и тогда вот зародилась именно именно концепция линейного города сегодня мы это уже доводим как именно концепцию евразия линейного города владивосток санкт-петербург и дальше с продлением уже когда это пройдет пойдет это уже лондон нью-йорк то есть через территорию россии это те возможности та глобальность который дает технологии вот как раз владимир старчевус он большой сторонник большой приверженец технологии отличный друг антон дальше юницкого я с ним тоже и дружил и дружу очень давно так вот благодаря ему по этому проекту хабитат была разработана концепция был предоставлен доклад оон анатолий дуарович ездил на доклад именно в головную контору он встречался зам генсека оон тофером это бывший зам бывший министр транспорта германии который также очень активно поддержал и еще скажу в 2004-2005 году организация объединенных наций через хабитат готова выделить 30 миллионов долларов для развития технологий строительства опытного участка но чиновники на тот момент российские чиновники встали в позу и они не позволили ученому центру который возглавлял анатолий дуарович юницкий получить этот грант и эти деньги и он и на тот момент это технология была ну именно в этом направлении движения причем самое интересное что надо было дать заключение трех министерств которые мы готовили и для того чтобы он первое это заключение министерства иностранных дел заключение министерства экономики министерства транспорта и министерства науки вот мид просто был как тот кто сводил и отправлял документы же Republicans так вот самое интересное что министерства экономикиpg in ай wp дала положительное заключение министерство транспорта в лице найденного тогда тоже дала положительное заключение а министерство науки казалось бы инновация разработана в россии которая должна была финансироваться ОБН министерство науки дала отрицательное заключение с формулировкой, что у нас не загружены железные дороги и новая технология на сегодняшний момент не нужна. Это для нас было очень неожиданно, это было очень странно, но тем не менее эта история дальше закончилась. И еще тогда через Владимира Старчевуса, он очень в свое время внес большое развитие в проект. То есть вот дальше вот ту фотографию, Алексей, которая была, где уже идет демонстрация путевой структуры. Вот, друзья, вот тоже очень интересная фотография. Это Старчевус, который рядом с Анатолием Дуаровичем Юницким. Видите, это все. Видно, что это фотографии не вчерашнего дня, этим фотографиям по 15 лет уже. Там, считай, это Анатолий Дуарович, видите, с левой стороны. Я тоже был на этой демонстрации, тоже еще довольно-таки молодо выгляжу. Мне тогда еще, по-моему, через пол, 30 с небольшим лет. Вот, соответственно, дальше за Старчевусом Владимиром это Кошман. На тот момент министр строительства Российской Федерации, который делал такую структуру, стал очень большим союзником, пообещал очень серьезную поддержку. Но дальше этих слов, дальше процесс не пошел. И это еще тот полигон, который стоял на тот момент, до его уничтожения еще оставалось почти 4 года. То есть еще 4 года этот полигон работал, проводил испытания и, соответственно, приносил свою научную и демонстрационную пользу, которая есть. Но потом он был ликвидировал. Еще также, так как Владимир очень активный, у него были серьезнейшие связи и в России, и за рубежом, он организовал встречу тоже, которой я был свидетелем, с председателем Центробанка России на тот момент. Это легендарная личность, это Виктор Герасченко, который тоже активно поддерживал проект. Сейчас он, к сожалению, довольно-таки преклонного возраста, ему за 90 лет. Но, тем не менее, буквально год назад где-то с ним общался. Он помнит и о струнных технологиях, и в Ницком, и всегда интересуется развитием нашего проекта. Можешь поставь тогда вот фотографию, которая была с... А, это вот тоже посол Малайзии, но фотографию надо тогда друг... Вот, это как раз мы были в посольстве Малайзии, и Владимир Сарчевус как раз организовал встречу. Это интереснейший человек, он приезжал ко мне в кабинет еще, когда я был чиновником, член королевской семьи Малайзии, тоже большой такой союзник и сторонник технологии, и с ним связана такая очень интересная история. Он тогда увиделся, посмотрел, взял чертежи, эти наброски, и, соответственно, уехал, пропал на некоторое время, через какое-то время вернулся, вот, и сказал, что мы всем своим специалистам дали эти чертежи, попросили их сделать подобное, попросили повторить, но все ответили, что этого сделать невозможно. Соответственно, он говорит, мистер Анатолий, он его так называл, мы готовы работать с вами дальше, мы готовы дальше продолжать, и была большая программа, но потом произошли определенные события, уже связанные в их семье, там, с управлением, и он на некоторое время пропал. А это вот та парки Коломенская, демонстрационная модель 1 в 5, которую вот им указали, и это то, что Александр Иванович Лебедь, когда увидел вот эту модель, принял решение начать финансировать, и запустился проект именно в озерах, в горках, в озерах, который вот привел к тому, что была построена технология. Друзья, сейчас цель, никакая задача была продемонстрировать вот эти фотографии. Видите, как неожиданно Владимир Вольфович просто буквально одной фразой, одним знакомством с технологией показал, натолкнул на целое такое направление о том, что технология, у нее есть очень большая история. За 40 лет, которые Юницкий продвигает и делает, показывает, проведено огромное количество встреч, огромное количество презентаций. Это вот как вы задаете вопросы по поводу того, что вот показать то, или показать это, или там смотрят, не верят и так далее. Представьте, какое количество презентаций, какое количество людей, какому количеству людей, которые не верят в эту технологию, Юницкий за 40 лет показывал и делал. И то, что сегодня мы с вами делаем, и то, что сегодня происходит в строительстве, представляете, насколько ситуация, которая отличается от того, что было раньше. То есть я тоже проводил огромнейшее количество встреч и презентаций, и представления технологии тоже были абсолютно разные. То есть были залы, которые приветствовали, и это нравилось. А были залы, где абсолютно сидело 100-150 человек, которые настроены крайне критически, которые настроены недоброжелательно к тому, что происходит, соответственно, отрицательно относились к технологии. Такое, друзья, было и будет всегда. Это ничего не страшного в этом нет, не предсудительного. Это, друзья, наша с вами работа. Мы выбрали этот путь, мы это делаем. И на сегодняшний момент я могу сказать, что как раз вот тот краудинвестинг, построение народной системы финансирования, построение системы, когда мы привлекаем большое количество сторонников, и благодаря этому движемся дальше, и благодаря этому строится Марьина Горка, то есть строится демонстрационная. Сегодня происходит запуск адресных проектов, и готовятся уже их и прототипы, и образцы. И весной следующего года уже будут и показаны, и испытаны первые трассы. Это все, друзья, только то, что мы с вами делаем. Это только то, что приносит результат. Соответственно, все эти великие мира сего, все те, кому, да, интересно, все, кто сегодня подключаются к этой работе. Но, друзья, результат этому может дать только то, что мы с вами делаем. И вот это как раз сейчас я вам четко проиллюстрирую, показал еще несколько эпизодов. Друзья, таких эпизодов их сотни и сотни тысячи. И мы их еще будем показывать, будем об этом рассказывать. И сегодня, друзья, благодаря интернету, благодаря той информационной среде, которую мы с вами строим, вот эти вот, казалось бы, давние встречи, вот эти, казалось бы, давние уже забытые фотографии, они сегодня опять начинают работать, они опять сегодня начинают показывать свою значимость, они показывают то, что тот путь, который проделан, тот результат, который мы сегодня с вами достигаем, он не просто так возникший, он ни на ровном, ни на пустом месте. Это, друзья, все результат большой работы. И ЗИЛ, который бегал по этим проводам и который уничтожили после поддержки президента Медведева, он тоже, друзья, выполнил свою роль и дальше продолжает служить на благо Скайвея именно благодаря информационному пространству, именно благодаря интернету, тем записям, которые есть. И это уже история, это то, на что мы опираемся, это то, что нам дает сегодня возможности показать, что Юницкий, как инженер, Юницкий, как генеральный конструктор, Юницкий, как руководитель компании, 15 лет назад делал такие вещи, он их запускал, сегодня другой этап, сегодня другая работа, сегодня другие результаты, которые мы будем получать. Но все это, друзья, абсолютно закономерно, все это результат огромной, огромной проделанной работы, сегодня, которая начинает становиться явной, которая сегодня начинает становиться очевидной для очень многих, которая сегодня начинает приносить результат. И, друзья, дальше переходя, соответственно, на наш основной вопрос, потому что после нашего прошлого вебинара, когда мы затонули гектар земли, сегодня уже этот закон самым быстрым образом проходит согласование и все чтения в Государственной Думе, и с 1 января, по всем утверждениям администрации, президента, Министерства по Дальнему Востоку, всех депутатов, которые к этому причастны, что с 1 января этот закон вступает в силу, и, соответственно, каждый житель России, каждый гражданин России имеет право на гектар земли на Дальнем Востоке. Мне очень много приходит сейчас вопросов на почту, очень много звонят с тем, чтобы, как распорядиться этой землей, нужна ли это самое, тут пишут, с 1 мая это уже, Мария, начнется выдаваться эта земля, а сам закон начинает, и заявки начинают приниматься и оформления с 1 января 2016 года, с 1 мая уже начинает выделяться земля, которую можно осваивать. Поэтому прошу, ну, как бы, четко по букве закона, который сегодня есть. И после вот нашего прошлого вебинара мне там закидали на почту вопросами, прям с тем вопросом, что, а если я не хочу переезжать, или там обязательно ли давать обязательство, что мы туда переезжаем, и так далее, и так далее. Я, друзья, подготовил все ссылки, мы с вами обязательно еще будем на вебинарах, уже когда закон будет принят, то есть после 1 января, прям по ссылкам говорить, но сегодня четко прописано, и никакого двузначного трактования здесь нет. Любой гражданин России имеет право заявиться и получить землю на Дальнем Востоке. Другое дело, что там вводятся ограничения такие, что в течение пяти лет вы должны показать проект, вы должны показать экономическую деятельность, что вы делаете на этом участке, а в течение сети лет вы должны освоить, или там запустить определенный бизнес, который будет, соответственно, осваивать эту землю. Тогда эта земля перейдет вам сначала в бессрочное пользование, а затем в собственность. Так вот, друзья, все это возможно, и все это начинает работать только благодаря тому, что сложилось два очень важных события, которые готовились не один день и даже не одно десятилетие. Проект выделения земли как инвестиционного ресурса использовался в истории России, Руси довольно-таки давно. Еще великий князь Владимир, когда осваивал Киевскую Русь, предлагал и запускался механизм, когда выделялась земля и освобождались от податей те, кто брал землю и начинал осваивать вот эти первые русские просторы. И эта практика, она себя очень хорошо зарекомендовала, и это как раз то, благодаря чему зарождалось наше государство. Потом, в начале 20 века, премьер-министр России Столыпин тоже по поводу оформления и запуска освоения Сибири программы, тоже ввел такую практику, что раздавали землю, более того, беспроцентно кредитовались через потребительский кооперационный банк России, который был самым крупным банком в Европе на тот момент, кредитовались и давались суды на освоение этой земли, и порядка 5 миллионов семей переехала в Сибирь и осваивала эти огромные просторы, то есть это тоже программа. И сегодня это фактически уже третья волна, третья такая программа в России, в Российской империи, в современной России, о том, что земля используется как инвестиционный ресурс, и президент Путин принял такое решение, и на наш взгляд это крайне взвешенное, крайне необходимое, актуальное сегодня решение о том, чтобы привлекать людей, привлекать инвесторов, привлекать технологии для того, чтобы это развивалось. Но, друзья, здесь я вам сразу могу сказать, без программы Транснета, без программы Скайвея, без струнных технологий инженера Юницкого это все утопия. И я участвовал в написании и в запуске проекта по расстоянию Сибири и Дальнего Востока, который писался еще 3 года назад, 4 года назад, именно вот эти вот, когда создавалась идеология территория опережающего развития ТОРов, друзья, мне всегда было несколько непонятно, как можно обсуждать сегодня развитие Сибири и Дальнего Востока, как можно было обсуждать развитие этих огромных территорий, привлечения туда новых людей, не запуская, не создавая там новую инфраструктуру 21 века, 3 тысячелетия, это Транснета, струнные технологии. Я всегда им задал вопросы, друзья, как вы можете рассматривать эти технологии, развитие этих территорий, не понимая технологии, которые это дает. Но, друзья, в ответ тишина, и это было как об стенку одним местом, что никаких движений здесь быть не могло. И поэтому было тогда очевидно абсолютно, что в этом направлении двигаться бесполезно. Это все равно, что в начале 90-х обсуждать информатизацию страны, не понимая, что такое мобильная связь, что такое интернет, что такое сотовые телефоны. И мне до сих пор интересно, что когда я свой первый телефон мобильный в руки взял в 1993 году, они тогда стоили безумных денег, они только появились. И я помню, появился первый телефон, я его взял, это было чуть ли не как роскошь и как показатель того, что у тебя есть деньги. То есть, помните, все ходили вот так вот с сотовыми этими телефонами, нужен он, не нужен был, так сказать, это не так важно. И сам звонок на сотовые телефоны, это казалось чем-то. Так вы знаете, что меня поразило в 1993 году, когда я узнал, что в Финляндии в это время на 5 миллионов человек, население, уже 7 миллионов абонентов. И что телефоны у них есть у каждого школьника и даже у старшей группы детского сада. И там в детский сад никто без телефонов не ходил. Это когда первый телефон появился только, ну, он появился в 1991 году, там, первый сотовый телефон. Но в 1993, это когда стало более-менее входить в это, но это были еще контракты, я помню, там по 1600 долларов. И одна минута была больше полтора доллара за одну минуту разговора. То есть это, ну, под тем временем были просто какие-то несерьезные, огромные деньги. И когда я узнал, что 7 миллионов абонентов в Финляндии, для меня это было просто как бы дикостью. Прошло какое-то время, причем не такое продолжительное, там, порядка 10 лет, и то же самое стало происходить в России. А сегодня уже тоже не представляешь, как это дети идут в детский сад или дети едут, идут гулять, идут, так сказать, без сотового телефона, без планшета. Сегодня это наша действительность. Так вот, сами подумайте и представьте, а возможно ли это было сделать без новой технологии? Возможно было ли это сделать с проводами, с той технологией, которая была в четвертом технологическом укладе, то, что было при развитии Советского Союза, эти релейные станции, медные провода и так далее, и так далее. Нет, конечно, друзья, нельзя. Пришли технологии, пришло новое время, пришел новый бизнес и пришли новые возможности. И эту аналогию абсолютно мы четко должны понимать, что без развития Транснета, без струнных технологий Юницкого, развитие Дальнего Востока и то, что мы сегодня говорим, это утопия. Это один Транссиб, который построили еще при Александре Третьем, и сегодня железная дорога пытается запустить руку и взять весь фонд будущих поколений для того, чтобы удвоить транспортировку по Транссибу. И при этом они сами говорят, что через буквально 3-4 года мы заткнемся, потому что дальше возить по этой дороге будет невозможно, больше 250 миллионов тонн. И, соответственно, прибыль от этой дороги, от этих вложений может идти на 50-100 лет. То есть, представляете, они говорят, деньги мы возьмем сегодня, нотировать мы будем сегодня, потратим мы их сегодня, а прибыль получим через 50-100 лет. То есть, это вот не то, что мошенничество, а это вот такие махинации или обман вот такого высокого уровня, который сегодня, ну вообще присущ всем нашим чиновникам, большинству людей, которые занимаются управлением не своими, а народными деньгами, бюджетными деньгами, но распоряжаются и прибыль получают они как от своих. Это вот, к сожалению, сегодня, скажем так, веление нашего времени. Так вот, друзья, если подходить с точки зрения новых технологий, если подходить с точки зрения того, что делает инженер Юницкий, то то, что мы с вами все, друзья, продвигаем, совсем другой подход, совсем другое решение, совсем другой путь развития, о котором мы сегодня говорим. И когда сегодня четко мы утверждаем, что Сибирь и Дальний Восток, это будут наиболее развивающиеся регионы в ближайшие 20, 30, 50 лет, там будет самый большой растущий региональный ВВП, там больше будет самый высокий душевой доход у людей, которые будут жить на этой территории, то это дает право утверждать только тот, кто понимает, что такое Skyway, кто понимает, что такое Транснет. И это сегодня, друзья, наша именно команда, это вы, все, кто к этому подъединились, и это то, что мы сегодня с вами продвигаем. И что вы должны четко подвигать, сегодня понимать, и это самое главное, друзья, что я многократно буду это проговаривать, и это многократно вы должны четко для себя уяснить и дальше это рассказывать, что сегодня программа «Гектара земли», она является ключевой для того, кто сегодня живет в нашей стране. Сегодня от президента Путина, этого человека, который принял величайшее, по сути дела, решение, я вам тоже на своих вебинарах, меня тоже несколько раз обвиняли в том, что я очень критически отношусь к правительству. Да, друзья, то, что они сегодня делают, то, что они сегодня делают в экономике, там, в определенных технологических вещах, то, как они завели инновациями, так называемыми, там, со своими сколковыми и венчурными фондами, я ничего, друзья, не могу сказать неположительного, нет, я всегда критически относился и к правительству Медведева, и к вице-премьеру Барковичу, Игорю Шувалову, и к Нацбанку во главе с Северной Биульной, хотя лично отношусь очень хорошо, мы с ней очень много работали вместе в Министерстве экономики, сидели за соседним столом, вот, но при этом то, что сегодня делает Нацбанк, это сегодня, конечно, расходится с теми утверждениями, пониманием, то, что делает президент Путин, там, Алексей Улюкаев, министр экономики, то есть вся вот эта либеральная, так называемая, команда, она сегодня неадекватна правлению, и я абсолютно уверен, что в ближайшее, самое ближайшее время это правительство должно быть заменено на более адекватное, на более профессиональных, серьезных людей. Но, тем не менее, то, что они сегодня сделали, утвердили и пропустили закон о земле на Дальнем Востоке, а дальше этот закон будет распространяться и на землю в Сибирском регионе, в Западную и Восточную Сибирь, а потом и на Центральную часть, потому что Прутнев четко сказал, что это пилотный проект для Дальнего Востока, дальше он будет развиваться, это сразу снимает все негативные отношения к этому правительству, потому что это сегодня самое главное, всем остальным, все остальное можно оставить за скок. Но самое, друзья, мы должны с вами понимать, это происходит только благодаря тому, что в одном месте сошлись два уникальных события. Первое, это выделение земли как инвестиционного ресурса, и второе, технология готова к внедрению, и мы с вами, благодаря работе, которую провели за год, и которую мы с вами сегодня делаем каждый день, благодаря тому, что строится, и я надеюсь, что вы все смотрите, та же, которая идет в Sky TV, которую готовит Виктор Бабурин, и, соответственно, с информационным центром, вы все в курсе событий, что происходит, и как, и какие, каждый день практически в режиме онлайн мы с вами видим то, что сегодня происходит, строится и готовится для демонстрации. Как раз, друзья, вот эти два события, которые совпадают, что 40 лет работы Юницкого, сегодня новый этап развития, то есть когда вышли на строительство и демонстрацию, это все делает гектар земли, друзья, не просто очень знаковым событием, а это то, что действительно его превращает в очень ценный ресурс. И дальше, чтобы вы могли понимать, почему именно земля, которая будет в линейном городе, почему только там, где будут проходить трассы SkyWay, эта земля будет действительно очень востребована, очень дорогой, потому что с точки зрения математики, в России сегодня более триллиона гектаров земли, триллиона. Вот, соответственно, та земля, которая будет в линейном городе, это порядка 200-300 миллионов, то есть это, друзья, меньше одного процента. Соответственно, только те люди, которые поймут, о чем речь, те, которые заявятся, не поленятся, и получат землю именно в том линейном городе, которые координаты мы будем выдавать через потребительское общество Евразии, потому что именно потребительское общество Евразии будет как организационный финансовый центр, который будет организовывать эту работу. Именно те люди будут участвовать в этом проекте. Его нельзя рассматривать без увязки от тех возможностей, которые дает технология. Это транспортировка уникальнейших ресурсов, которые находятся в Сибири и Дальнем Востоке в условиях вечной мерзлоты. Это вернемся к нашему разговору в начале, когда Жириновский сказал, что в вечной мерзлоте, кроме струн Юницкого, ничего строить невозможно. И это четко абсолютно так. Я очень рад, что он после общения с Юницким, после общения с инженером, он понял суть и понял возможности этой технологии, которая сегодня дает, и какие перспективы они развивают для России. То есть этот момент как раз очень важен. И все это увязано в проект, еще и связано с транспортировкой сибирского холода и сибирской воды. Я не буду сейчас говорить и объяснять для тех, кто не понимает, о чем идет речь. У нас будут специальные на эту тему вебинары, которые мы, соответственно, будем развивать. Так вот, друзья, сегодня этот проект выходит все более-более значимый и широкий вопрос. И следующий момент, который очень важно учитывать и который вы сами должны понимать, это логика адресных проектов, которые мы сегодня с Алексеем активно делаем и запускаем. Это логика легкого транспорта, который в марте-апреле этого года будет уже продемонстрирован. И начнется строительство сразу нескольких проектов. Это в Ирландии, в Дублине, это в Лондоне, в Англии, это в Челябинске, в Екатеринбурге, в России. Алексей, наверное, сейчас расскажет, он вернулся из Казани. Провели очень интереснейшую конференцию. Там уже договорились об адресном проекте. У нас еще очень несколько проектов, которые на подходе к мере того, как они будут в дом и выходить в реализацию, мы будем вам о них рассказывать. То есть, друзья, адресные проекты с легким транспортом, это сегодня то, что будет в каждом регионе. Это то, что будет, соответственно, вообще в проекте Skyway показывать реализуемость этого проекта. И как только это будет показано, продемонстрировано, начнет эксплуатироваться, а это уже конец следующего года, соответственно, друзья, это все становится четко доказательной базой о работоспособности технологии, о том, что это все реализуемо, и то, что тот гектар земли, который вам предлагается, это не какая-то фикция, это не какая-то необжитая, Богом забытая земля без инфраструктуры, куда нельзя доехать. А это четко подложка, это четко та основа, по которой пойдут трассы Skyway. И, друзья, тот, кто в это войдет сейчас, соответственно, он будет в этом проекте участвовать. Тот, кто в нее не войдет, друзья, это такая возможность была у всех. Президент всем предложил желающим взять землю, Юницкий всем предлагает сегодня войти в проект и с большими венчурными премиями сегодня получать и создавать свой семейный капитал. Мы сегодня делаем все, чтобы эта технология была доступной, чтобы она была понятной, и чтобы вы четко понимали, о чем идет речь. Поэтому, друзья, то, что сегодня сошлось, делает это довольно-таки уникальные вещи. И мы дальше будем продолжать рассказывать и призывать вас, людей. Мы скоро будем делать несколько очень широких таких акций, которые будут доносить информацию о проекте и убеждать всех. И в этом задача как раз вот сейчас вас как участников проекта, тех, кто верит и хочет его развивать. Другой, просто даже с точки зрения семейного бизнеса, то есть весь вопрос, что подпишитесь, сделайте и зарегистрируйте на каждого члена семьи такой гектар земли. Потому что закон дает такое право, проект дает такую работу. Поэтому расскажите об этом своим друзьям. Не важно, верят они в этот проект или не верят. Не важно, верили в начале 20 века то, что аппараты тяжелее воздуха будут летать или нет. Они пришли и полетели и возникла новая индустрия. Но сегодня, когда все это создается и делается, друзья, вы находите, вы пионеры. Вы те, кто первые пришли в эту систему, кто поверил, сделал и соответственно благодаря вам идет развитие этого проекта. Но мы еще должны иметь определенную социальную ответственность перед своими близкими. Потому что ну не верят они сейчас, не хотят. Ко мне тоже очень много пишут, особенно люди старшего поколения. Они говорят, вот я знаю технологию, я знаю сопромат, я понимаю, что это верно. Я понимаю, как развивался интернет. Мой сын сегодня учится там в экономическом факультете МГУ. И он не верит в это. Он говорит, что это пирамида, хайп, там еще обман и так далее, и так далее. Друзья, как можно сегодня объяснить людям, которые не знают, что такое сопромат. Которые не знают, что такое сегодня законные механики. Которые не знают, что такое движение предварительно напряженной конструкции. Как им можно объяснить, как это будет работать. Мы сегодня, друзья, привыкли, что сотовый дефон, пьезоэффект, кремниевые технологии, интегральные микросхемы. Это то, что у нас на слуху. Но, друзья, поверьте, 20 лет назад об этом никто не мог даже предположить в массовом порядке. Хотя специалисты, хотя те, кто это создавал, эта технология тоже была более 40 лет запущена. А интернет, дата его рождения считается 16 декабря 1969 года, когда была первая передана пакетная передача данных с протоколом, который позволил его расшифровывать. Потому что эта технология была запущена как криптозащита, как шифровальная система и создавала ее никто иной, как Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов вместе с Центром стратегических инициатив, который называется DARPA. Соответственно, это все военные технологии, но когда стало понятно, что это огромная коммерческая прибыль, стало понятно, что это очень серьезный бизнес. Тогда эти технологии выпустили в коммерческий свет и мы сегодня видим, как они дали катализацию компаниям и возникновение новых бизнесов. Все это сегодня происходило. Мы то, что создаем, друзья, мы идем абсолютно уникальным новым путем. Мы идем через привлечение народного финансирования, через привлечение людей, которым эта технология нужна. И, соответственно, и результаты, и то, что мы с вами делаем, будут абсолютно иметь другие результаты. Поэтому, друзья, еще раз, гектар земли, который сегодня дает без технологии Skyway, без научных разработок научной инженерной школы, который создает и создал Анатолий Давыдович Юницкий, это утопичное сегодня направление. Но накладывается два этих мощных проекта один на другой, когда Юницкий сегодня выводит и готовит технологию для того, чтобы демонстрировать и показывать. Сегодня то, что запустил президент Путин, это абсолютно своевременно. Это то, что сегодня накладывается одно на другое. Мы сегодня, как актив, кто работает, директора Transnet Group, директора Skyway Invest Group, центральной компании, мы сегодня готовим демонстрацию для того, чтобы эта технология за шагом становилась более понятна, становилась более приемлемой и востребованной дальнейшей применением бизнеса. Поэтому адресные проекты, которые сегодня идут, мало того, что они высокоокупаемые, мало того, что они делают новые ниши в бизнесе в любом городе, в любом парке, в любом зоне отдыха, они еще, самое главное, они несут на себе нагрузку, демонстрации и показывают то, что технология Skyway вышла, что она готова, что она запускается и что она будет приносить те результаты, которые мы сегодня говорим. Через год, друзья, то есть уже октябрь следующего года будет продемонстрирована уже городская и грузовая система. Это следующий шаг, уже начнут создаваться адресные проекты по конкретным трассам в городах, уже по перевозке людей, уже будут создаваться конкретные компании по перевозке полезных ископаемых. Это следующий шаг. Потом будут создаваться сети, которые будут соединять города, а потом и континенты. Это все, друзья, шаг за шагом, и те адресные проекты, которые сегодня идут, это первые шаги в этом направлении, и как раз сегодня все увязывается, и тот, кто, естественно, первый, друзья, тот и получает наибольшую прибыль. Это, друзья, абсолютно справедливо. И в этом плане все, кто сегодня входит, они в этом участвуют, а дальше задача, давайте двигаться, привлекать и доносить эту информацию дальше. Я абсолютно уверен, всех, кого вы привлечете в этот проект, они вам скажут все время очень большое спасибо. Передавая слово Алексею, просто такой небольшой штрих, что буквально вчера общался с очень серьезными лидерами, которые уже работали, работают на большие структуры, кто привлек много людей, прозвучала очень такая интересная фраза от одного человека, который пришел больше года назад в проект, инвестировал, но потом отошел и смотрел, что будет происходить. Он говорит, да, очень жалко, что у меня не хватило такой проницательности и такого ума, как у Андрея Хавратова. Потому что то, что сделал Андрей Хавратов за этот год, фактически мы могли сделать все в разы больше, потому что у нас были больше основ. Но мы этого сделать не смогли, потому что не поверили. Сегодня они идут уже догоняющими, они уже создают системы работы, которые уже копируют или ориентируются на лидера. Лидер сегодня, естественно, это Skyway Invest Group, это та компания, та группа директоров, которые взяли на себя основную ответственность и проделали ту работу в этом году, которая позволила дальше развиваться проекту и дальше двигаться. Поэтому передаю слово Алексею, это адресные проекты, и мы с Алексеем очень много делаем сейчас новых вещей. После Нового года вы увидите очень много чего интересного, и наша работа выйдет просто еще на более высокий, более серьезный уровень. Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, из камеры что-то? Так, Алексей, не видно тебя опять, не видно. Минуточку сейчас. Так, и звук. Так, Алексей. Так, Алексей. Сейчас пока Алексей настраивается, у нас как раз ряд событий происходит и дальше по адресному проекту в Челябинске, потому что это у нас пилотный проект. Но опять же, я могу сказать, что он пилотным стал только благодаря тому, что там есть команда, которую, во главе которой, вот, там, лидером, который является Алексей Суходоев. То, что он собрал большое количество единомышленников, и дальше они как раз с неимоверными усилиями, я могу сказать, с огромными сложностями, которые пробивают вот эту брешь в чиновников, делают презентации, общаются с проектировщиками, общаются... И, соответственно, благодаря этому работа идет в Челябинске. Но сейчас тот алгоритм, который мы нарабатываем, то, что мы сегодня делаем и вырабатываем полностью схему работы, юридическую, вырабатываем именно взаимоотношения с различными инстанциями, пошаговые действия, которые надо делать для того, чтобы меньше тратить усилий, меньше тратить денег, что тоже очень важно, потому что там очень многие услуги платные, которые сегодня делаются. Вот. Мы с вами наработаем этот алгоритм, и буквально в ближайшее время, ну, опять же, сразу после Нового года, у нас будет четко понятная программа, как фактически в любом городе можно брать и запускать адресный проект. И как раз, как только там будет готова структура, как только там будет готова основа, потому что основа для продвижения проекта – это, естественно, друзья, подбор единомышленников. То есть как только мы собираемся вместе, как только наше желание начинает превращаться в силу, вот тогда возникает адресный проект. Потому что Алексей, к сожалению, сейчас идет несколько в другой среде, то есть он сначала создает проект, делает, а потом уже под него подводит структуру. Но это, друзья, первому всегда тяжело, и тут Алексей как раз своими хрупкими плечами как раз прокладывает огромную-огромную амбрежь для всех для нас. Алексей, к тебе. Да, друзья, всем здравствуйте, меня зовут Скорей. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Прошу прощения за неполадки. То есть младший брат интернет нас подводит, но скоро будет Транснет. Осталось совсем немного, буквально меньше года. Я думаю, что при достаточном финансировании уже до осени вы увидите очень серьезные результаты. Друзья, я почитал чат и написали некоторые люди, почему так идет долго стройка. На самом деле я считаю, что процесс стройки как раз-таки идет достаточно стабильно. И многие детали, вы даже не представляете себе, сколько деталей уже закупается, сколько деталей Маргаритой Медонецкой в том числе растомаживается. То есть уже оснастка растомаживается. И внимательно следите за репортажами, потому что уже вот-вот будет устанавливаться струнный забор. То есть это ограждение, именно струнный забор, который также по струнной технологии Анатолия Дартовича Юницкого будет защищать наш экотехнопарк от посягательств извне. И, собственно, расскажу то, что сорвало действительно аплодисменты. То есть велась стандартная презентация. И когда я включил этот слайд, то жители Казани, и я могу сказать, что огромная работа была проделана Алексеем Романовым, Еленой Баскаковой. То есть это люди, которые использовали тактику так называемого ледокола. То есть тактика ледокола была представлена на буквально прошлом вебинаре. И они действительно прокололи лед, проложили путь. И более 50% людей присутствовало на конференции Казани, которая прошла в это воскресенье, на ней присутствовал в качестве живого спикера. Прошла просто действительно на ура. То есть представьте, если вам дали информацию буквально просто на улице в руки, вкратце рассказали о компании, попросили заполнить опросник. Простейший опросник, который действительно будет касаться до глубины души каждого жителя, каждого города. Потому что каждый из нас с вами заинтересован в реализации серьезных проектов, как своей жизни, так и помощи городу в реализации инфраструктурных транспортных проектов. И как раз таки технология легкого прогулочного транспорта, которая также инициирована в городе Казань. То есть первый проект уже создан. И это не просто проект, это тот проект, который рассчитывали на фуникулер. На самом деле фуникулер не особо понравился архитектуре и градостроительству в городе Казань. И вот спрашивают меня, что за тема. Тема называется Skyway, струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Ницкого. Друзья, я прощу прощения, потому что, скорее всего, с Сергеем Анатольевичем мы также ведем практику ввести одновременно вебинар и в Перископе. То есть это приложение. Сделаем инструкцию, чтобы подписываться. Сергей Анатольевич будет просто в машине говорить свои мысли, сделать связку, как струнный транспорт изменит реальность нашей с вами страны. И, соответственно, как действительно наша страна сможет выйти из кризиса. Я думаю, что все находящиеся на сегодняшний момент в вебинарной комнате, то есть 337 подключений. 337 подключений, я имею в виду онлайн в вебинарной комнате, не в Перископе, в вебинарной комнате. Ведь в Перископе у нас значительно меньше. Но эти люди верят в проект и желают, чтобы он реализовался. И также казанцы действительно обрадовались. То есть в глазах людей читалась эмоция радости, эмоция счастья, что их город также может быть затронут развитием струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть проект на самом деле очень простой, очень эффективный и очень зрелищный. И очень нужный, самое главное. Потому что в 2018 году в городе Казань будет проходить чемпионат мира по футболу. И достаточно много проектов было представлено, как весь этот трафик вывозить. Как этот весь трафик перевозить Казань арене из центра города. Был представлен проект фуникулера. Проект фуникулера не был согласован, не то что властями, власти согласовали, именно архитектурой и городостроительством. Потому что проект фуникулера, вот я думаю на вечернем вебинаре я найду фотографию. С Нижнего Новгорода делал фотографию, где используется фуникулер, то есть канатная дорога, как общественный транспорт. Именно общественный пассажирский транспорт. И действительно этот транспорт сильно будет, я скажу грубо, уродовать облик города. Потому что тот транспорт, который предлагает группа компаний Skyway, он несравним. Это легкая ажурная конструкция, это облегченный транспорт, это совершенно инновационные, футуристические дизайны. И это не то, что просто Анатолий Эдуардович, его группа компаний, именно в научно-производственном конструкторском предприятии, которое состоит из более 13 КПС, создало этот дизайн, чтобы он был красивым. Сам дизайн получается красивым, потому что он технологичен. Он рассчитан именно по технологии. На самом деле в каждом городе, где мы будем посещать с конференциями, именно от Skyway Invest Group, от Transnet Group. То есть Skyway Invest Group это инвестиционный фонд, который занимается привлечением инвестиций в Skyway. Transnet Group это, соответственно, уже управляющая компания, это группа компаний Transnet. И я думаю, что в Бишкеке также мы уже будем прорабатывать серьезно адресный проект. И, соответственно, это очень важно, потому что для каждого жителя, в первую очередь, жителя своего города, своя рубашка действительно ближе к телу. И, друзья, была проделана огромная работа, буквально менее чем за месяц. Менее чем за месяц чуть меньше 10 людей вышли на улицы и начали проводить опросы общественного мнения. Это простые, действительно элементарные вопросы, на которые отвечали граждане именно Казани с приглашением на конференцию. И для меня было очень важно и интересно, будет ли действительно народ по этой стратегии, по стратегии ледокола. И, действительно, зал был абсолютно полным. То есть, огромная благодарность Алексею Романову, огромная благодарность Елене Баскаковой. И вот то, что вы видите на слайде, на картинке, это, действительно, заслуга этих людей. Потому что это, действительно, очень серьезная работа, очень нужная работа. И, в первую очередь, нужно давать информацию новичкам, новичкам в ваших городах. Потому что каждый адресный проект, он фактически должен в идеале окупаться самофинансированием за счет либо городских бюджетов, которые вам никто вначале не даст, либо уже, соответственно, за счет развития инвест-проводящей системы в том или ином городе. И только таким образом можно реализовать адресный проект SkyWay. И до пятого этапа, до этапа строительства, будет адресный проект также ускорять финансирование именно строительства экотехнопарка. Потому что это наша первоочередная задача, это задача, которая стоит на главном месте, на самом деле, для нас. Это задача спасения России, это задача изменения транспортной инфраструктуры, это задача обеспечения будущего для нас и наших будущих поколений. И, друзья, действительно, то, что происходит сейчас в Челябинске, то, что происходит сейчас в Казани, то, что произошло в Ирландии, то, что обсуждалось уже на Украине, Сергей Феофанов общался с конкретными уже чиновниками непосредственно уже по адресному проекту. И это то, что будет менять не только транспортную инфраструктуру, но и в целом сможет служить выходом из кризисной ситуации в нашей стране. И, друзья, я думаю, что никто не сможет с этим поспорить, потому что на сегодняшний день я не вижу другого выхода из сложившейся кризисной ситуации, как жесткой технической модернизации, как жесткой технической модернизации страны. Это было описано в публикации, я чуть позже сброшу ссылку, в Skyway Invest Group. И, соответственно, вы сможете почитать, потому что действительно технология Skyway является русским прорывом, новым технологическим укладом, который выведет на новый уровень не только промышленность, не только индустрию, но и в целом всю страну. Строй Skyway и спасай Россию! Благодарю за внимание! Так, друзья, я просто извиняюсь, что сразу нет, что-то выкидывает. У меня сегодня третий раз уже выкинуло из комнаты. Спасибо, Алексей! Я тоже могу сказать, что со своей стороны я с большим удовольствием, то есть я участвовал в казанской конференции онлайн, выступал, то есть в следующий раз мы будем проводить там 23 января уже конференцию, с большим удовольствием поеду я туда сам. Вот, и там уже планируется как минимум тысяча человек в... Так, тут Виталий спрашивает, Алексей, что такое с Челябинским проектом? Ну, это самое, то есть дай разъяснить, наверное, что-то еще не подсказал. На самом деле многие люди задают вопросы в чат по поводу Челябинского проекта. На данный момент мы находимся в стадии подготовки топового совещания, готовим не мы. Готовит управление транспорта, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области. То есть на этой неделе будет отправлена рыба, так скажем, в служебной записке, то есть материал по служебной записке. И уже непосредственно представители управления будут общаться, и не то что общаться, готовить совещание непосредственно уже с представителями высшими, высших властей, всех чиновников, необходимых для согласования этого проекта. Да, Алексей, спасибо. Спасибо. Да, то есть мы как раз сейчас эксперимент проводим, я тут немножко отвлекался. Как раз это с Алексеем ставим трансляцию еще и в Перископ сразу. Вот, поэтому со временем это тоже будет такой очень серьезный ресурс. Вот, поэтому и Скайп, и Перископ, вот, он, в общем-то, одинаковый и у меня, у Алексея. Поэтому подсоединяйтесь, делайте, смотрите. То есть это тоже такой интересный ресурс будет по работе. Поэтому сейчас пока эксперименты проводят, но со временем будем это все более-более серьезно выводить. Поэтому, друзья, что еще хотелось бы в завершение, как бы, сказать, и оставил специально, ну, там, на вторую часть, чтобы мы понимали, чтобы не складывалось никаких-то радужных там. Дальше, что вот мы все смотрим на Скайвей, то есть, нет, тоже говорят, вам везет, у вас Скайвей, вы ни о чем больше не думаете, у вас строй Скайвей, спасай Россию. И этим, как бы, все сказано, никаких проблем. Друзья, конечно, четко надо понимать, я на этом не акцентирую каждый раз внимание, это вы и так все видите, мы все очень здравые люди, мы все живем в реальном мире, вы сами все увидите, что происходит. И, к сожалению, по той цепочке событий, которые происходят, которые, там, уже не один месяц, не один год, вы видите, что ситуация все усугубляется, что конфликтная ситуация растет, напряжение растет, что этот шторм, который идет вокруг нашего экономического ковчега, который мы создаем, и Скайвей, который плывет, все это все больше и больше развивается, что уже все, уже вчера министр финансов Силуанов Антон сказал, что все, нефть мы ждем ниже 40 долларов, соответственно, бюджетные проектировки, которые были из 50 долларов за баррель, соответственно, они уже никуда не годятся, что нас ждут очень сложные времена, правительство уже три раза по закону должно было индексировать пенсии, она этого не делает, более того, она уже вытряхнула все пенсионные накопления, которые были, поэтому ситуация действительно очень непростая, и она будет только-только усложняться, поэтому мы должны готовиться к очень непростым временам, мы должны понимать, что нас ждут очень сложное и очень жесткое время, и как мы это будем время переживать, и каждый, как будет лично, как на нем это отобразить, то, что отразится и заденет каждого, это 100%, то, что каждый это почувствует и это коснется каждую семью, это тоже 100%, вот вопрос, как к этому относиться и как это переживать, это, конечно, дело каждого. И наша задача, то, что мы сейчас говорим, то, что мы доносим, да, друзья, мы делаем непростое дело, непростой проект, но мы создаем то, что реально может изменить ситуацию, что реально может повлиять на ход событий, и то, что может реально вывести и страну, и каждого из нас, и в общем ситуацию, которую привести ее в такое конструктивное развитие, которое сегодня, к сожалению, заменяется только решением конфликтных вопросов. Поэтому трудно сейчас что-либо комментировать или говорить, когда, то есть, когда обсуждаются вопросы, связанные там с конфликтом в Турции, с Турцией, позиции Турции, трудно говорить, когда сегодня стягиваются войска в Сирии, в Ираке для наземной операции штатов. Как можно на это смотреть и говорить, что это все нас не коснется или каким-то образом никак не заденет, или когда сегодня разворачиваются уже войска на границе Армении, Турции. Друзья, это все говорит о том, что очень непростое время и очень непростая ситуация, которая нас ожидает. И еще придется очень и очень многое, и мы увидим, к сожалению, еще очень и очень много серьезных событий. Но, друзья, что четко вы должны понимать и что мы доносим, и вы, соответственно, от нас должны услышать, от нас должны принять. И если вы с этим согласны, то встать с нами в одни ряды, что, друзья, это можно менять, и менять зависит от нас. Мы можем сегодня создавать альтернативу, мы можем сегодня создавать технологию, показывать технологию, можем создавать проекты, компании запускать эти проекты. Мы можем сегодня капитализировать и делать интеллектуальную собственность и ту землю, которая сегодня в неограниченных количествах есть на Дальнем Востоке, мы все это увязываем и делаем. И это та работа, которая продвигается, развивается, и вот это тоже коснется каждого из нас, и это то, что мы с вами делаем. И это как раз, друзья, это работа для тех, кто чувствует в себе силы, кто хочет помочь и кто может, соответственно, в этой работе участвовать. Время болтовни и время бла-бла-бла рассуждений, друзья, она ушла. Говорить о том, что мы сегодня можем, ничего не делая или наблюдая, как делают что-то другие, друзья, мы дождемся только ухудшения, мы дождемся только той необратимой ситуации, когда уже делать будет что-либо бесполезно и делать будет незачем и некому. Поэтому на сегодняшний момент время действует, то, что мы сегодня для себя определили, именно команды директоров Skyway Invest Group, того активного количества людей, которые вообще работают в проекте Skyway. Друзья, надо делать, работать и делать очень быстро и делать очень качественно. И, соответственно, каждый из вас, который сегодня участвует в проекте, он должен себя оценить и понять, он будет что-либо постараться делать на связи или позиция стороннего наблюдателя. Она, конечно, очень простая, она, конечно, не требует никаких усилий, но, друзья, она не приносит удовлетворения и она приносит разочарование, когда видишь, что вокруг все рушится и что можно было бы делать и, соответственно, конструктив это не делается. Поэтому, друзья, работаем, делаем и на сегодняшний момент, мне тоже написали в чат здесь, почему мы произносим всегда такие слова, строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, спасай планету. Более того, это сейчас лозунг стал и Sky TV, информационного центра всего проекта. Мы тоже очень рады, что то, что мы год декларируем, год произносим, это тоже уже становится все более и более признанной и принимаемой. Схема здесь, друзья, это уже не лозунг, это уже руководство к действию. И на сегодняшний момент, если мы могли сказать раньше, что у нас были определенные альтернативы, мы могли этого делать и могли ждать сегодня, друзья, другой альтернативы уже просто нет. Поэтому мы подошли к тому, что мы с вами это делаем и реализуем и сейчас задача, чтобы за нами шло большее и большее количество сторонников и соратников. И к этому мы как раз, друзья, призываем, делаем, на это направлена сейчас наша основная работа и вы увидите, что в этом направлении мы будем делать. Мы абсолютно уверены, вот той активной частью нашей команды сейчас, те, ну как мы их называем, сами себя называем, это спецназ или, скажем так, система ледокола, то есть, которая идет и ломает и привлекает людей. Мы абсолютно уверены, что мы за ближайшие 3-4 месяца в проект привлечем миллион и более человек, что люди, которые захотят участвовать и захотят нас поддержать, их будет увеличиваться с каждым днем на десятки и сотни тысяч человек. Это действительно так. И нас нисколько не пугает та усложняющаяся ситуация вокруг, та предкраховая или сложнейшая финансовая ситуация, которая сейчас есть в России. Да, друзья, она будет, да, друзья, мы через это должны пройти. Эта болезнь, к сожалению, зародилась не вчера и не позавчера. Это сложнейшие метастазы, которые сегодня идут к нам из прошлого, идут извне, которые культивируются и насаждаются внутри людьми, которые хотят сегодня взорвать ситуацию, хотят, чтобы были проблемы и у России, и у жителей, и там, и у территории, как угодно можно называть. Но, друзья, есть и здравые, нормальные люди, которые хотят развивать, которые хотят делать и которые хотят спокойного развития, которые хотят светлого развития, которые хотят вообще будущего, чтобы оно было интересным и перспективным. И я абсолютно уверен, друзья, что все, кто здесь сегодня собираются, все, кто к нам приходят, все, для кого то, что мы говорим, не является пустой болтовнёй и колебням воздуха, каждый из вас на своём месте ещё что-то делает. Если вы ещё пока не делаете, друзья, значит, в ближайшее время вы подключитесь и делаете. И вот со следующего года, друзья, мы будем менять нашу работу, менять наше, ну, скажем, общение, потому что очень хорошо, да, мы собираемся 350-340 человек днём, там, до 600-700 человек у нас с Алексеем вечером. Но, друзья, это, конечно, радует, что растёт количество участников, 10-15 процентов, там, или 10-15 новых людей приходит. Но, что я вам могу сказать, друзья, это ничтожно мало. Мы должны расти темпами, удваиваясь каждый вебинар. У нас на следующем вебинаре должно быть здесь 600, а через две недели у нас должно быть 2000. Вот тогда можно сказать, что, друзья, тогда процесс идёт, и мы каждый на своём месте работаем. Пока этого нет. Пока, друзья, это то, что мы отстраиваем, это то, что мы делаем. Очень здорово, что каждый из вас поддерживает, горит этим проектом, потому что в каждый город, на каждую конференцию, в личной переписке я действительно вижу и общаюсь с людьми, которые энтузиасты, которые горят этим проектом, которые вкладывают в него все силы. Очень многое, что кто-то не умеет, кто-то не может, кто-то стесняется. Все люди разные, друзья, ничего страшного в этом нет. Самое главное, что мы собираемся, что мы объединяемся, у нас есть чёткая цель и задача, и что самое главное, друзья, у нас есть система, которая позволяет нас вести. У нас инженерная система, которая создаёт суперпрофессионал, интеллектуал своего дела, это Анатолий Дарчевницкий, который 40 лет разрабатывал, сделал, и сейчас, это как Леонардо да Винчи нашего времени, нету равных ему сегодня инженеров. Вокруг него собирается тоже очень интересная, мощная команда, и Надежда, и Виктор Бабурин, ещё сейчас подошли молодые ребята, которые работают в дело. Создан ряд инвестиционных структур, которые работают. Наша структура, Skyway Invest Group, я считаю, не то, что считаю, я абсолютно могу чётко утверждать, что это крайне профессиональная и крайне эффективная команда, которая сегодня работает и которая дальше будет давать результат. Сегодня очень много людей, которые хорошо относятся к проекту, но не готовы так активно работать, они сегодня работают ряд других структур, которые делают это тоже всё очень правильно, и все мы работаем на один результат. Строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, спасай планету, это общий девиз для всех. И это не пустые слова, это то, ради чего мы работаем, это то, ради чего мы сегодня вас призываем и то, ради чего мы несем информацию. Друзья, по всем техническим вопросам, вот мы сейчас сортируем вопросы, связанные с ПО, с личным кабинетом, с системой оплаты, с заведением. Всё это, друзья, мы будем делать в виде инструкций и, соответственно, смотрите в личном кабинете. Вообще, друзья, привыкайте, что личный кабинет это ваше окно в Skyway. Мы там будем размещать все новости, мы будем там размещать все объявления, мы там будем размещать всю информацию, которая нам нужна для взаимного обмена. Поэтому привыкайте, что личный кабинет это наш основной ресурс. Соответственно, все вопросы через личный кабинет к нам. Ну что, друзья, я считаю, что на сегодня мы с вами плодотворно поработали. Сегодня нам четко понятно, как действовать и как мы фактически второй вебинар делаем на эту тему для того, чтобы не было никаких сомнений, не было никаких разночтений. Чтобы четко было понятно, что те три направления, которые сегодня идут, связанные с гектаром земли, который раздает сегодня правительство и инициировал президент Пулин, как инвестиционный ресурс для развития Дальнего Востока. Это может стать для каждого из вас очень серьезным активом и мы настоятельно рекомендуем и каждому из вас участвовать в этом проекте и рекомендовать всем родственникам и всем друзьям и всем сослуживцам, объясняя это тем, что сегодня создана технология, которая позволит эту землю, этот ресурс превратить. Очень ценный и очень серьезный актив для каждого из вас, для вашей семьи. Для этого, друзья, мы ведем ту работу, которая сегодня идет в результат Марьиной горки. Мы сегодня создаем уже адресные проекты. Да, это еще не полноценный, не тот транспорт, который будет ездить на Дальнем Востоке и преодолевать в тысячи километров расстояния. Это пока легкий прототип, это точка входа, но это та система, которая позволяет демонстрировать технологию Skyway, которая позволяет уже привлекать и создавать высокоэффективный бизнес и которая позволяет сегодня уже развивать весь проект Skyway. И дальше, друзья, еще очень важно сказать, что с нового года начинается новый этап. Вы увидите очень много интересных вещей, которых мы вам дадим как инструмент для того, чтобы привлекать новых людей, которые в проект. Мы дадим для вас очень много интересных вещей, которые будут в вашей возможности работать в проекте и, соответственно, развивать этот проект дальше. Ну и самое главное, друзья, для нас самый главный аргумент, вокруг которого, это репортажи, это работа, которая идет с полигона, с Марьиной горки. А начиная с марта-апреля следующего года, это еще и строительство, которое будет вестись в Челябинске, в Дублине и, очень надеюсь, еще и в Казани и в Лондоне. Соответственно, сложно сказать по срокам, потому что это чиновники, это согласование, это разрешительная документация. Здесь, конечно, будем стараться максимально быстро действовать, но это все зависит пока не от нас. А вот то, что и будет делаться и то, что в марте-апреле следующего года в Марьиной горке мы обязательно прокатимся, сделаем оттуда интервью. И это будет продемонстрировано и будет начато дублицирование уже в других регионах. Вот это, друзья, абсолютно точно, это то, что будет давать дальнейшее развитие, дальнейшая уверенность в том, что этот проект абсолютно живой, абсолютно реализуемый. И то, что он будет привлекать все новых и новых. Так, Арманд сегодня пока не на связи, поэтому мы не с ним сегодня связываться пока не стали, потому что он, скажем так, пока в недосягаемости. Но на следующий вебинар, мы, я думаю, не на который будет сегодня в 20 часов, а в следующий вебинар в среду, мы обязательно его уже позовем. Он нам расскажет про Дублин, про Ирландию, про всех своих министров, с кем он надобщался. И, соответственно, сам расскажет о тех результатах, которые, соответственно, он получил. Ну, все, друзья, на этом я прощаюсь с вами. Оптимизма, смотрите на мир через очки Skyway. Это, я вам могу сказать, намного приятнее, намного проще. И в то же время это все-таки для активных и для результативных людей. Поэтому строй Skyway, спасай планету. Все, друзья, в наших руках. Будем двигаться. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok